У нас на конференции приятно, что бывают новые лица. Раз-раз. Вот Васильич как раз у нас первый раз, я, честно говоря, про них ничего не знал, мне рассказали коллеги. Да, мы действительно братья и расскажем про наш подход. Начнем с базовых вещей. А кто мы и зачем нам вообще инвестиции? Тут все довольно просто. Вводные следующие. У нас есть основной постоянный доход и он покрывает все наши ключевые потребности. Поэтому в инвестиции вкладываются исключительно излишки. Что понимается под излишками? Излишки это действительно излишки. То есть не стоит выбор съездить в отпуск или купить акции Сбербанка. Не стоит выбор отложить на черный день или купить акции Сбербанка. Это то, что осталось после обеспечения базовых потребительских нужд. И третий момент. Поскольку у нас есть основной постоянный доход, мы очень сильно ограничены во времени. Причем ограничены не в абсолютах, но в том числе и по тогда, когда его можно реализовать. В классическую рабочую неделю мы заняты. Соответственно, второй важный момент. А какие цели и какие проблемы хотелось бы порешать через инвестиции? В первую очередь, это любая активность человека, она конечна. Соответственно, в какой-то момент основной доход перестанет расти. Он сначала будет стагнировать, а потом начнет падать. Инфляция этому очень сильно поможет. Поэтому те самые излишки хочется сохранить сквозь года и сохранить свой уровень жизни, как минимум. Вторая важная часть. В могилу с собой все не заберешь. Поэтому сформированный капитал, если его получится сформировать, хотелось бы передать следующему поколению. Но просто передать капитал, наверное, недостаточно. Конечно, хотелось бы и сам подход, как этим капиталом управлять, так же передать. Поэтому подход должен быть понятным, простым, не очень мудреным. И третье, конечно же, есть амбиция при умножении капитала. Но это не сама цель. Основная цель все-таки сохранить. Вот такие водные. Они подойдут явно далеко не всем. Есть ощущение, что примерно половину зала мы уже потеряли. Но давайте продолжать. Основываясь на этих водных, мы сформировали свой подход к инвестициям. Несколько тезисов. А в чем его суть? Во-первых, что важно? Важно понимать суть бизнес-модели компании и ее долгосрочную устойчивость. О чем здесь речь? Отвечать на вопросы, а на чем компания зарабатывает? А какую продукцию она производит? А маржинальна ли эта продукция? А востребована ли эта продукция? Легко ли ее заменить на рынке? Какой уровень вертикальной интеграции у этих компаний? Создает ли она какую-то значимую ценность? Вкладывает ли компания долгосрочно в свои активы, чтобы эту ценность сохранить сквозь года? Здесь также важны такие моменты, как влияние внешних факторов на компанию. Например, изменение налогового режима, влияние санкций или каких-то заградительных пошлин и много чего другого. Продолжение следует... Продолжение следует...